всем привет меня зовут Денис Зайченко и не так давно у нас на сайте вышел материал сравнения такая летняя жара билды на интеле и амд 50-60 тысяч гривен по моему одна из них была на 70 и еще один момент в этих сборках были комплектующие компании asus блоки питания корпуса охлад и так далее на тот момент мы договаривались о том что если эта статья и эти сборки хорошо зайдут аудитории то мы сделаем тестирование одной из них и так получилось что статья зашла хорошо но мы посидели и подумали компьютеры за 70 тысяч гривен это конечно хорошо и классно но проблема в том что все-таки будет интереснее протестировать что-то более доступное народу на таком среднебюджетном железе и asus нам такое железо и предоставил собственно вот она стоит единственный момент в том что asus не сказал нам какие компоненты войдут в эту сборку поэтому для меня это был сюрприз сейчас я уже конечно ее протестировал я знаю что там стоит какие там комплектующие и о них я сейчас и расскажу начнем пожалуй с очевидного с корпуса тав гейминг от asus модель gt301 я впервые видел этот корпус вот впервые его видел когда его достал я не знаю новый он или старый но выглядит он согласитесь очень даже неплохо главная его фишка это разумеется ремни на передней панели казалось бы такая простая вещь вот ремни просто на передней панели ничего никаких функций кроме декоративных не выполняют но выглядит действительно красиво стильно и я бы сказал даже уникально сам по себе корпус небольшого размера это не full tower по моему это mid tower но при этом у него есть три вентилятора на передней панели у него есть один вентилятор на задней панели и если я правильно понимаю в комплекте еще должно быть два вентилятора наверх но так как у нас в сборке присутствует водяное охлаждение то верхние вентиляторы пришлось снять единственное что меня действительно смущает в этом корпусе это тот факт что тут нет от джеби на самом корпусе нет от джеби он полностью черный полностью матовый от джеби зато есть на передних вентиляторов три штуки причем хорошие такие вентиляторы с адресной подсветкой очень красиво выглядят и еще один приятный момент стеклянная боковушка мы ее сняли потому что отражали жалюзи а это было не очень красиво дальше поскольку у нас водоблок можно было бы подумать что у нас тут хороший там какой-нибудь интел жирнющий но на самом деле нет это относительно скромный и относительно доступный amd ryzen 5 3600x у меня стоит дома точно такой же и водоблок мне похожий для такого процессора 6 ядра 12 потоков буст частота до 4 и 3 гигагерца если я не ошибаюсь если ошибаюсь поправите меня в комментариях водянка не то чтобы нужно этот процессор спокойно бустится даже на стоковом кулере правда это получается немножко шумно тем не менее водянка красиво водянка элегантно водянка тоже от asus а а сустав она красивая она с rgb подсветкой вентиляторы тоже с rgb подсветкой и тоже адресные материнка тут интересная это не x570 а b550 тоже asus тоже тав гейминг с b550 чипсетом связана интересная история несмотря на то что тут нет чипсета пися экспресс 40 и нет активного на него охлаждения эта материнка поддерживает накопители пися экспресс 40 как вы спросите а все очень просто линии пися экспресс 40 идут напрямую от процессора в один из слотов на материнской плате то есть если вы захотите подключить сюда накопитель самый современный самый крутой пися экспресс 40 то у вас будет такая возможность но все остальные слоты пися экспресс 30 материнка тут с подсветкой и на нижнем слоте m2 кстати находится радиатор поэтому я предполагаю что именно нижний слот на этой материнке поддерживает пися экспресс 40 потому что накопители на пися экспресс 40 греются и греются довольно сильно видеокарта здесь тоже asus разумеется то в гейминг gtx 1660 супер это пред топ в линейке 16 хочется сказать 1660 но я имею ввиду 16 2 0 то есть нас 50 на 60 и так далее nvidia большое спасибо за нейминг молодцы ребята суть в том что вот до вплоть до арта x а арта x 260 это пред топ выше только 1660 5 эта видеокарта рассчитана на full hd gaming на ультра настройках или на высоких настройках на средних настройках на 2к тестируется сейчас метро эксодус из метро исход на средних настройках графики fps в пределах 80 90 кадров в секунду если что этот монитор 2к до 165 герц то есть в современных трипл ай тайтлах ее не хватит чтобы раскрыть такой вот монитор но во всяких киберспортивных проектах типа csgo типа ракет лиг тип по rainbow six siege в таких проектах изи бризи 160 кадров 2к вот так вот единственное что еще тут не от asus а это накопитель и оперативная память писи экспресс накопители 4x шустрый не писи экспресс 4.0 но тоже хороший и оперативная память kingston hyperx частота 3 600 я думаю никто против не будет объем 16 гигабайт для среднего игрового пока этого хватит за головой еще я думаю довольно долго по поводу производительности это опять же таки средний игровой пока в red dead redemption на средних настройках в full hd компьютер выдает в среднем 45 кадров в секунду что неплохой результат вполне играбельный просадок ниже 30 я не замечал но выше 60 она тоже залезала редко в киберспортивных проектах как уже говорилось и видеокарта тащит и процессор очень даже тащит тем более под водяным охлаждением он еще и бустится неплохо и температура у него тоже очень даже хорошие по поводу громкости самое громкое что тут есть это вентиляторы на водяном охлаждении в стресс-тестах и при рендере там видосиков то есть максимальная нагрузка на процессор до становится немножко шумно но не критично незавывающе в играх там в кс очки в даже в dead redemption 2 компьютер не слышно компьютер вообще не слышно по поводу цены я бы рассчитывал на 20 максимум 25 тысяч гривен меня неприятно удивилась и на материнке потому что бы 550 это чипсет сам по себе довольно дорогой и бюджетных материнских плат с поддержкой писи экспресс 4.0 просто не существует никаких а 520 не ждите в ближайшие месяцы тем не менее сама сборка сбалансирована выглядит красиво работает на отлично и на этом пожалуй все в комментариях не забудьте написать о том какую сборку вам бы хотелось увидеть вот вместо этой с какими комплектующими возможно мы в следующий раз снимем именно ее не забывайте также про лайки подписки и нажимайте на колокольчик чтобы ни за что не пропустить наши следующие видео за всем отклоняюсь с вами был гений зайченко до связи дамы и господа до связи